Меня зовут Жук Пётр Михайлович, я декан факультета бакалавриата и вечернего факультета Московского архитектурного института, профессор кафедры архитектурного материала видни, доктор технических наук, вице-президент Союза московских архитекторов и член редколлегии журнала «Энергосбережение». Уважаемый Пётр Михайлович, добрый день. Благодарю вас за возможность провести сегодняшнюю встречу и выделенное время. Давайте сегодня поговорим про энергоэффективность, энергоэффективные дома. Популярность растет сегодня и какие тенденции в жилищном строительстве наблюдаются за последние годы? Основной тенденцией является учет всего жизненного цикла здания. Прежде всего, конечно же, это используемые материалы, включая теплоизоляционные материалы, это цифровизация и использование программ самых совершенных на данный момент для проектирования. И, конечно, учет периода эксплуатации и даже периода завершения срока службы здания. Какие требования к энергоэффективности здания предъявляют сегодня? Что можно считать успешным проектом? Считать успешным проектом можно, конечно, проект, который удовлетворяет, прежде всего, определенным нормативным требованиям. Сюда относится свод правил 50.13.330 по тепловой защите зданий. Сюда относятся и конкретные своды правил по типу зданий, например, на каркасные одноквартирные дома. Кроме этого, конечно, в самих этих нормативных документах и других нормативных актах прописываются требования к применяемым материалам, к использовым системам отопления, включая системы рекуперации, подходы к корректному расчету теплотехнических характеристик, ну и целый ряд других требований. Кроме того, есть нормативные документы, которые касаются классов энергоэффективности, в частности, отличия зданий по энергоэффективности друг от друга. И максимальным является класс А2+, который превосходит на 60% по энергоэффективности средние здания с средними показателями. Супер, спасибо. Скажите, насколько востребованы энергоэффективные материалы и технологии в частном домостроении и коттеджном, малоэтажном строительстве? И почему так происходит? Технологии энергоэффективные мало востребованы, но с каждым годом они все больше приобретают популярность. Люди понимают, платить большие деньги за отопление все менее и менее выгодно, поэтому энергоэффективные технологии приобретают все большую популярность. В том числе это касается и стандартов энергоэффективности зданий. В Европе, например, в Германии есть не менее пяти различных стандартов энергоэффективности, начиная от пассивного, заканчивая активным домом. Кроме этого, есть системы оценки устойчивости и энергоэффективности зданий. Практически все они во главу угла ставят, опять же, параметры энергоэффективности. Может ли желание иметь энергоэффективное жилище создать дополнительные проблемы? Например, какие-то дополнительные этапы проектирования или строительства? Какие еще дополнительные затраты могут повлечь за собой такое желание? Как раз системы оценки устойчивости и энергоэффективности зданий предусматривают сложный процесс оценки, который может делать процесс проектирования несколько дороже. Но, как правило, все эти мероприятия, включая саму оценку, не говоря уже о мероприятиях по улучшению энергоэффективности здания, все эти мероприятия с Турицией окупаются на этапе эксплуатации. Срок окупаемости может быть очень разным, но есть технологии, которые позволяют этот срок окупаемости сделать все меньше и меньше. Скажите, за счет чего достигается энергоэффективность здания? Что говорят российские стандарты? Есть большое количество разных стандартов, но прежде всего, конечно, это эффективные теплоэффективные материалы, ограждающие конструкции, а также системы инженерного обеспечения здания, которые могут быть тоже достаточно современными, и использовать рекуперацию тепла и так далее. Кроме этого, избежание мостиков холода в самой конструкции, корректные теплотехнические расчеты дают возможность говорить о том, что здания энергоэффективны. Стоит отметить, что сами по себе материалы вряд ли дадут возможность обеспечить энергоэффективность. Здесь важную роль имеет комплексность всех этих мероприятий, а также качество выполнения работы. Стены дома должны дышать. Как вообще такой подход вяжется с энергоэффективными домами? Насколько получается уместить два свойства в одном доме? Сейчас чаще проектировщики предпочитают вентилируемые конструкции, но много лет применялись конструкции невентилируемые. Их преимущество одних над другими – это вопрос конкретного здания, конкретного проектного решения. Нужно сказать, что, например, в области долговечности здания, которые имеют невентилируемые конструкции, у нас есть примеры, которые стоят сотни лет, а вот те, которые имеют конструкции вентилируемые, пока у нас таких зданий очень мало. Поэтому, например, по параметру долговечности на данном моменте времени их сравнивать еще пока рано. Паропроницаемость конструкции – это то свойство, которое вызывает споры между специалистами. И, как правило, говорить о том, что паропроницаемость самой ограждающей конструкции позволяет обеспечить какие-то комфортные условия в самом помещении, в своем здании – тоже вопрос достаточно спорный. Например, если мы говорим о влажных помещениях, там в любом случае нужна будет принудительная вентиляция, ванна, санузел или кухня, или прачечная, или те, которые ниже нулевой отметки помещений расположены. Конечно, там, скорее всего, без принудительной вентиляции не обойдется. Вы еще сказали про мастики холода. Скажите, пожалуйста, что это такое, и что еще может помешать достижению желаемых результатов по энергоэффективности здания? Мостики холода – это фактически те элементы конструкций, которые имеют пониженное термическое сопротивление. Это может быть угол здания, это могут быть проемы в здании, это могут быть консольные выносы, например, балконы. И, естественно, таким местам стоит уделять особенное внимание при организации их термоизоляции. В частности, исследования специалистов Кембриджского университета показывают, что эти исследования проводились на сотнях объектов в Британии, которые были сертифицированы по системе BREEM. Это британская система экологичных и энергоэффективных зданий, их оценки. Они пришли к выводу, что все эти мероприятия, использование теплоизоляционных материалов, избегание мостиков холода, использование самых современных систем, в том числе компьютерные расчеты ограждающих конструкций, они завязаны на поведении самих жильцов. Почему? Потому что как только всем жителям этих зданий сказали, что они теперь живут в самых энергоэффективных зданиях, это типа того самого А++ или там золотых или даже платиновых сертификатов системы BREEM, выяснилось, что англичане привыкли спать при 17-18 градусах Цельсия. И когда им сказали, что они живут в энергоэффективных зданиях, то все они пошли и подкрутили свои системы на 1-2 градуса, что отправило на смарку все расчеты, которые вели инженеры. И этот дом автоматически переставал быть энергоэффективным, потому что он предусматривал весь ночной период, это 17-18 градусов, а после того, как они подкрутили, он стал 20 градусов. Исследователи назвали это эффектом рикошета, поэтому поведение человека, конечно, любой проектировщик должен учитывать и закладывать в свои расчеты на ранних этапах, чтобы понимать его реакцию на любую систему. Исследователи сравнивают это с появлением системы АБС у автомобилей, и как только тормозная система усовершенствовалась у автомобилей, люди стали меньше соблюдать дистанцию. Как ТИПОФОЛ помогает их устранить или решить эти проблемы? Одной из проблем является организация стыков теплоизоляционных материалов в конструкции. Эти стыки при неправильной организации, неграмотном выполнении работ или могут усложнить саму по себе конструкцию, или могут грозить тем, что работы будут выполнены некачественно, и весь узел потеряет эффективность. В отношении такого материала, как ТИПОФОЛ, мы обеспечиваем бесшовность конструкции, что позволяет избежать тех мостиков холода, которые возникают в местах стыка элементов конструкции или теплоизоляционных слоев. Какие преимущества имеют материалы и технологии ТИПОФОЛ в сравнении с другими теплоизоляционными материалами на рынке? Свойства вспененного полиэтилена – это низкое водопоглощение, практически отсутствующее, это хорошие теплотехнические характеристики, прежде всего коэффициент теплопроводности, а для конструкции – это сопротивление теплопередачи. Это касается возможности утилизации материала, то есть экологичность ТИПОФОЛа, поскольку он может быть по окончании срока службы, который достаточно длительным является, может быть очень легко перерабатываем. Ну и кроме того, этот материал, сам по себе полиэтилен, он является безопасным материалом и практически полностью перерабатывается. Как влияет применение ТИПОФОЛа на создание комфортного внутреннего микроклимата в зданиях? Ну, прежде всего, микроклимат становится комфортным для тех, кто находится в этом помещении. И, естественно, не менее важным является вопрос снижения энергозатрат, поскольку при применении эффективных теплоизоляционных материалов энергозатраты по всему жизненному циклу здания резко снижаются. Микроклимат в помещениях становится независимым от внешних обстоятельств, и он комфортен как в зимний период, так и в летнюю жару. Какие рекомендации вы могли бы дать тем, кто собирается строить свой дом или планирует усовершенствовать свои существующие жилища? Конечно же, комплексная теплотехническая санация здания, она всегда, начиная с проектирования нового строительства и заканчивая реконструкцией существующих зданий, всегда актуальна повысить термическое сопротивление ограждающих конструкций или использовать новые системы инженерного оборудования, если такая возможность есть. Как мы и говорили, этот вопрос носит комплексный характер, и лучше предусматривать эти меры параллельно друг с другом. На сегодня все. Большое спасибо вам за уделенное время и предоставленную возможность. Спасибо вам. Спасибо.